По последним данным, в результате взрыва газового баллона у метро Коломенской пострадали 7 человек, четверо госпитализированы. Взрывной волной повреждено несколько проезжавших мимо машин. Сейчас на месте ЧП работают криминалисты Следственного комитета. Все подробности в репортаже Григория Вдовина. Оживлённый перекрёсток улицы Нагатинской и проспекта Андропова. Движение по этой полосе происходит в область, поэтому утром машин здесь было не так много. Вот вестибюль, в котором и произошёл взрыв. Видно, что нет ни одного целого стекла не только здесь, но и вестибюль, который находится через дорогу. И если бы взрыв произошёл в вечернее время, последствия могли бы быть гораздо более страшными. Вот такими осколками была усеяна вся проезжая часть. Сила взрыва была такой, что конструкция здания перехода буквально выгнулась наружу. Основной удар принял на себя этот проезжавший мимо автомобиль. Целой не осталось ни одной детали, изобращённых к переходу. Водитель ждёт решения участи своей машины. Руководство метро уже обещало взять все хлопоты ремонта на себя и мёрзнет. Стёкол в машине тоже нет. Прилетело что-то сюда, вырвало кусок крыла, зеркало. И вот такие вот места ударов. Это железная арматура. На крыше есть, на багажнике. А в этом джипе родители везли ребёнка на занятия. Как рассказывает отец, которого, по собственным признаниям, до сих пор трясёт, действительно в момент взрыва вся жизнь промелькнула перед глазами. Стёклами засыпало очень сильно. Ребёнка пришлось раздеть, потому что вся одежда даже внутри. Раздевали до гола, чтобы вытряхнуть стёкла с ребёнка. Ощущения страшные, потому что взрывная волна была очень сильная. Вот сам момент взрыва, записанный на видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин. В кадре виден и чёрный Пежо, вот он справа, и белый Фольксваген слева. Как с самого начала подчёркивали в московском метрополитене на работу станции Коломенская, взрыв никак не повлиял. Вход и выход пассажиров проходили в плановом режиме. Транспортного коллапса удалось избежать, хотя пробка на проспекте Андропова всё равно возникла гигантская. Руководство подземки обещает самым тщательным образом во всём разобраться. Мы приступили к проверке организации. Она на данный момент отстранена от всех работ, которые она выполняла в московском метрополитене. По итогам проверки мы примем лишение возможности её дальнейшей работы по ремонту объектов московского метрополитена. Всего в результате взрыва пострадало семь человек, один в тяжёлом состоянии. Уже к вечеру один из южных выходов обещают открыть. А в наиболее пострадавшем вестибюле, где и проводился ремонт, судя по всему, его начнут заново. Григорий Вдовин, Илья Кузьмина и Пётр Беляникин. Вести.